В среду в обеденное время жительница индустриального района сообщила в полицию о том, что стала жертвой мошенничества. В квартиру пенсионерки постучалась женщина, которая представилась работницей Горгаза. Незнакомка навязала пожилому человеку ненужную ей вещь – дымовой извещатель, магазинная цена которому 500 рублей. Но пострадавший этот прибор обошёлся в четыре раза дороже. Она сказала 9 тысяч, но так как вы пенсионер, вы же пенсионер, да, 2 тысячи. Как и любовь, да. А прибор этот вообще, она что-нибудь оставила или забрала деньги? Нет, прибор оставила прибор. Недобросовестные продавцы стучались во все двери этого дома. Маркетинг был предельно агрессивным. Устройство навязывали пенсионерам, как обязательное к установке в каждой квартире. Я поняла, что что-то тут не так. Я им говорю, вы всему дому, да, вас никто. Я говорю, мы отказываемся, ставить мы это не будем. Она говорит, а вас никто, собственно, вы меня не слышите. Вас никто и не спрашивает. Вы обязаны делать это. Это решение правительства. Другая соседка, поговорив с мошенницей, перепроверила информацию, позвонив в Газпром на стационарный телефон. Там ответили, что подобного постановления ни правительства России, ни Хабаровского края не принимали. Горгаса говорит, мы никого не посылали, мы ничего не устанавливали, если будет что-то, мы будем вам сообщить сами. Но вы никого не слушаете, никого не пускайте. Мошенники пришли в этот дом не случайно. Объявление, вывешенное у входа в каждый подъезд об установке счетчиков, оказалось подлинным. Вот только устройство, пищащее при появлении дыма, сотрудники Газпрома продавать не собирались. Это вам почему-то 2000 сказали, а некоторым они и 20 тысяч отдают, и потом и по 7 тысяч отдают, и по 12 тысяч отдают. У кого сколько денег будет в наличии, за сколько они вам его поставят? Вы хоть раз просто откройте там интернет, почитайте. Это далеко не первый случай в индустриальном районе. Полицейские разбираются с полутора десятками подобных продаж. В подавляющем большинстве случаев жертвами становятся пожилые женщины, которые не смыслят в технике и пасуют под напором псевдогазовой службы. С места происшествия Константин Ковешников, Михаил Сергеев и Павел Рогатин.